Приветствую коллеги! Продолжаем знакомиться со станцией московского метро и сейчас станция технопарк. Ну и видите, эта станция находится, она открытая, на действующем перегоне она была построена в 2015 году. Видите, недалеко от Москва-реки, это Нагадинское спрямление. Вот, и здесь раньше находился, вот мы видим, парк имени 60-летия Октября. Ну, сейчас этого парка уже нету и построен здесь уже другой парк, ну, как бы сказать, развлекательный комплекс. Это сейчас так называется парк, очень модное слово сейчас парк, но раньше парк был настоящим парком, а сейчас это, так сказать, парк, часто, так сказать, просто пародия на парк, так, некий гибрид какой-то, да просто неправильное употребление слова. Ну, в общем, торговлекательный комплекс Остров Мечты, вот видите, там такая башня, видите, такого замка, как бы. Вот, а это строится жилой комплекс Dream Tower, я уже его показывал два раза, вот, и рассказывал об этом комплексе, тут, по-моему, четыре башни будут строить, ну, типа Человейника, только не очень большого здесь. Это вот проспект Андропова, вот, и как раз это метро, технопарк, оно было как раз построено, фактически, на проспекте Андропова. Центр Toyota здесь, автотехцентр, ну, сейчас, не знаю, может, тоже уже съехал, ну, а так давно он уже здесь находится. И, собственно, вот она, эта станция, она находится на перегоне Автозаводская-Коломенская между этими станциями, вот, ну, перегон достаточно старый. И, в общем-то, здесь, как раз вот на этом уже действующем перегоне в 2015 году открылась вот эта вот станция технопарк. Ее, правда, кстати, хотели построить еще в советское время, что специально, чтобы выходить в парк 60-летия октября, туда вот дальше на проспект Андропова и к парку. Ну, так и не построили, ну, потому что она была не очень востребована, в силу того, что парк как такового создать не удалось. Там был, по сути дела, лес, на парк не очень похож. Ну, во-вторых, там не так много было людей, а с другой стороны находился ЗИЛ, и туда зайти вообще было невозможно, на ту сторону, ну, потому что там была огорожена территория, фактически было производство. Ну, видите, две платформы, с одной и с другой стороны, береговые платформы или боковые, как угодно. Вот, то есть не, так сказать, центральная платформа, как обычно, да, бывает в метро, а вот такие боковые платформы и туда и туда. Соответственно, этот поезд поехал в сторону Коломенской, но обратно, соответственно, в сторону Автозаводской. Ну, естественно, как видите, станция в силе Хай-Тек, естественно, полно металла, плитки всякой. Все обшито сайдингом, металлический даже потолок, остекление. То есть, ну, понятно, станция, конечно, совершенно неинтересная с точки зрения архитектуры какой-то, да, и вообще внешнего вида, декора. Ну, собственно, как и практически все современные станции. Ну, вот один из выходов, сейчас повторюсь, выводят вот сюда, непосредственно сразу выходят, и можно отойти к проспекту Андропова. Ну, так все это выглядит, переход идет между платформами тоже там, поверху. Вот, а это строится, тут подсуетились тоже застройщики, решили построить тут апартаменты ЕС, называется, ЕС Технопарк, если быть точнее. Ну, потому что это такая целая сеть таких, как бы, элитных жилых комплексов, ну, не жилых комплексов, а апартаментов с гостиницами ЕС, и они по всему городу. Ну, вот это ЕС Технопарк, ну, поскольку, соответственно, связано с Медрой Технопарк. Вот, ну, якобы это в рамках транспортно-пересадочного узла все это якобы строится. Но, на самом деле, конечно, никакого отношения эти апартаменты к транспортно-пересадочному узлу не имеет. Ну, и, как бы, та мысль, что, вроде как, сюда будут люди приезжать, которые там будут, допустим, пользоваться этим узлом там сразу на концовку. Ну, это все, конечно, смешно. Просто здесь может, в принципе, купить квартиру, по сути, любой человек или снять там на какое-то время. Ну, если есть соответствующие деньги, конечно. Ну, и, как видим, пока еще этот отель, апартаменты пока не построен до конца. Ну, уже во многом, конечно, готов. Его около двух лет уже строят здесь, около метро Технопарк. Ну, пока вот до конца он полностью не готов. А вот эта галерея, это как раз переход на другую сторону проспекта Андропова. Это на остров Мечты. Сейчас мы туда пройдем по этой галереи, покажу. Ну, вот так все это выглядит. Ну, а вот это вот торговый центр, там еще тоже рядышком тоже с метро находится. Ну, вот вход в метро. А если в сторону Алматинской ехать, Красногвардейской, это, соответственно, вот по лестнице надо подниматься, чтобы перейти на другую платформу. И вот по верху перейти через пути. И тогда уже выйти на другую платформу. Как написано на юг. Ну, а мы сейчас, собственно говоря, идем в сторону парка, остров Мечты. Да, и проход идет вот по такому, как бы сказать, переходу довольно длинному. Вот туда надо идти. Да, и там можно вот выйти на другую сторону. Улица Мустая и Карима там. Ну, а это вот выход как раз к основной достопримечательности нынешней, которая находится около этой станции метро. Технопарк. Ну, кстати, технопарк. Почему? Потому что, ну, собственно, здесь находится один из самых первых технопарков так называемых. Хотя, по сути, вот эти здания, это как раз так называемый технопарк. Хотя, по сути, никакого там технопарка нет. Просто банковские здания преимущественно. Ну, и всякие офисные здания. Ну, короче, бизнес-центры. Бизнес-парк более правильно было бы назвать. Не технопарк, а бизнес-парк. Ну, ладно. У нас это слово очень просто любит технопарк. Оно сейчас очень такое крутое. Инвестиции, инновации, технопарк. Это очень сейчас такие названия. Они нравятся чиновникам и властям. И поэтому везде, где только можно и нельзя, суют эти слова технопарки. Еще что-то такое. Хотя, на самом деле, конечно, к технопаркам часто это не имеет никакого отношения. Ну, и вот через этот такой большой туннель. Вот можно как раз пройти через проспект Андропова. Вот он как раз довольно длинная магистраль. Назначаясь Юрия Андропова, который был одно время главой государства Советского Союза. Разглавлял Советский Союз с генсекретарем. Ну, заодно и представителем КГБ. Да, и здесь сделали такие вот, значит, эскалаторы. Да, и причем, конечно, ну, бред полнейший. Да, бред полнейший, потому что, ну, то есть, во-первых, сделали их наполовину всего. Да, то есть, идешь-идешь, потом вдруг вот какая-то часть вот эти эскалаторы. Ну, какой смысл вот, это непонятно. Во-вторых, они, к тому же, еще очень медленные. То есть, по ним очень сложно. Их надо, естественно, было ускорить. То есть, едешь как черепаха просто. Они едут. Очень-очень медленно. Для того, чтобы как-то ускориться, приходится идти. Что фактически делают бессмысленным эти эскалаторы. Видите, все люди идут фактически. Не стоят, а идут. А по идее на эскалаторе надо стоять. Ну, потому что очень медленно едут. Поэтому, конечно, это какая-то пародия сделали. Ну, типа, отчитали, что мы сделали эскалатор вот в этом вот тоннеле. Ну, видите, он половину только занимает территорию. Даже если не меньше. Какой-то кусочек сделали такой. Ну, зато отчитались, что вроде как у нас эскалатор. Да. Ну, понятно. Отделка тоже очень такая депрессивная, страшная. Вот это все тоннели. Все в сером цвете. Металл сплошной. То есть, очень некрасиво все сделали. Чисто функционал такой, знаете. Ну, хотя можно было как-то понаряднее сделать. Ладно уж там, как говорится, декор уж не до жиру. Да. Ну, хотя бы уж можно было сделать. Хотя бы цветовая габа более нарядная. Да, ничего не надо. Вот. Ну, вот это вот этот ЕС как раз. Отель. Ну, видите, по сути, уже построен. Он, да, во многом уже отделан. Но еще пока не сдан. Но я думаю, что это вопрос уже буквально в ближайшем времени. Ну, и, собственно, вот вы ходите, переходите через этот проспект Андроповой. И вот он как раз территорию уже так называемого парка Остров Мечты. Который представляет собой центр, конечно, этот такой дворец как бы сказочный. Типа сказочного замка такого там вот в глубине находится. Ну, а вокруг это как бы такая входная территория, которую еще почему-то зачем-то называют парками. Южные и северные тематические парки. Ну, на самом деле, конечно, к паркам они имеют очень отдаленные отношения. Просто такие, как сказать, в общем-то, почти открытые территории. Ну, со всякими там скамейками, с детскими там спортивными площадками, с плиткой, конечно же, вездесущей. Вот и она тут везде. Ну, вот, а типа ограда такая тоже входная тоже территория, видите, сделана в виде таких башенок небольших. Ну, Toyota там, да, автоцентр, я говорил уже. Мы видели его с другой стороны. Это с этой, ну, вот на проспект Андропова находится. Вот, ну и, соответственно, конечно, главная фишка этого, так сказать, парка Остров Мечты, это, конечно же, знаменитые аттракционы. Там, по-моему, 20 штук, такие суперэкстремальные какие-то там, типа американский город, но даже еще какие-то круче, которых аналогов типа нет во всем мире. Ну, или, во всяком случае, такие чуть не эксклюзивные, одни из самых крутых, это наворочено. Правда, стоит это достаточно, удовольствие, довольно дорого прокатить. По-моему, 2000, что ли, что-то такое, чтобы взять билет там туда. Ну, а так войти можно бесплатно, то есть, потому что там, помимо этих аттракционов, там есть еще и много разных торговых компаний. Ну, и вообще всяких там разных других компаний, только торговых услугах всякие, салоны, все это, кафешек полно, всяких ресторанов там полно. Ну, я там был как-то, ну, не только не на аттракционах, это мне не нужно, а именно вот такой, как бы, до аттракционов, скажем так, бесплатной части. Вот, ну, и вот перед этим дворцом таким, как бы сказать, здесь, видите, есть такая входная территория с плитками, скамейками, искусственными деревьями, все искусственное здесь, конечно, да. Ну, и дальше там типа парков, вон, да, туда, в сторону Москвы-реки, вот можно пройти туда дальше, к Южному речному вокзалу. Ну, уже во многом бывшем я показывал, что он фактически сейчас не работает и находится на длительной реконструкции, и что там будет дальше, в общем, сказать сложно. Но, в любом случае, это будет уже не Южный речный вокзал, а что-то другое, какое-то тоже подобие того, что было. Ну, а по ту сторону там находится Старица Москвы-реки, вот там типа Северный парк, вот, и дальше туда, так сказать, Кожуховский залив, ну, который представляет собой фактически Старицу Москвы-реки, то есть старое русло. Когда-то Москва-река не там протекала справа, а слева, вот, ну, сейчас вот. А здесь когда-то раньше находился, я уже говорил, парк имени 60-летия октября. Вот, очень большой, хороший парк, к сожалению, он фактически полностью уничтожен, за исключением буквально прям нескольких участков, да и то они все прорежены. Ну, в общем, по сути, этого лесопарка нету. И вместо того, чтобы сделать из него действительно конфетку, их очень хорошее, красивое место для отдыха, удобное для людей, место этого взяли, все это срубили, вырубили и построили тут вот развлекательный центр. Который одно время тут просто гремел, народ приезжал там чуть ли не со всех концов, не то, что там Москвы, но и всей России, даже многие приезжали из других городов. Ну, а сейчас как-то он несколько потух, уже как-то тут того пыла нету, денег у людей уже тоже столько нету, по понятным причинам, известным вполне. Ну, и как-то уже не так его посещают уже, той популярности уже нету, как-то не так, а то прям говорили буквально о каждом шагу. Ну, а на другой стороне, да, вот это здесь пути проходят туда, в сторону Автозаводска, на другой стороне этой станции метро находится, ну, собственно говоря, сам вот этот так называемый технопарк, да, вот эти вот офисные здания. Преимущественно банковского направления, которые были построены в конце 2000-х годов, ну, и, собственно, в том числе для обслуживания которых и была построена вот эта станция, потому что здесь работает действительно довольно много сотрудников. Ну, представьте, сколько тут народу работает во всяких этих башнях, там они как-то называются Ньютон, там Дрезден, еще как-то, ну, такие названия, типа на немецкий манер, потому что тут есть, в том числе, немецкий центр офисный, офисно-сервисный центр, да, большой такой, одно целое здание, ну, и другие тоже там всякие. В том числе немецкого капитала здесь довольно много. Ну, и народу много здесь работает, ну, и чтоб как-то не все же имеют машины, все-таки, да, и есть обычные простые клерки, которые как-то, вот, видимо, требуются и метро, и вот для них, в том числе, открыли это метро. Вот, через несколько лет после того, как построили вот эти башни, эти здания, собственно, вот этот технопарк, 2015 год. Ну, и вот спуск идет сюда, ну, можно там, выход там еще есть непосредственно с платформы, но можно перейти через вот такую трубу наземную, и вот сюда, собственно, выход. Вот это улица Мустая Карима, зачем это назвали, совершенно непонятно, к чему этот Мустая Карим, башкирский поэт, ну, к чему это все, зачем так назвали улицу, совершенно непонятно. Ну, и вот эти знаменитые здания, думаю, в общем-то, все практически из вас их видели, и в них находятся всякие банки, офисы, всякие компании, еще там только нету. Вот, и рядом здесь вот тоже автобусы вроде тоже пустили, и вот это все, улица Мустая Карима, которая параллельно проходит линии метро, там же неподалеку, там чуть подальше проспект Лихачева. Раньше здесь, когда завод ЗИЛ находился, на этой территории, непосредственно, где эти здания стояли, тоже машин было много, стоянка машин была большая. Ну, готовые продукции, бычки стояли, там разные грузовики, которые ЗИЛ выпускал, ну, и было много разных других цехов, там все это было. Естественно, попасть сюда было просто так невозможно, в силу того, что это была закрытая территория заводская, поэтому выходов сюда, конечно, не было, все было огорожено. Ну, работали люди, работало очень много людей на ЗИЛе, около ста тысяч, в общей сложности, конечно, имеется в виду, со всякими там разными аффилированными предприятиями и так далее. Ну, в результате все разрушили и построили вот этот вот еще очередной такой офисный центр. Ну, вот так все это выглядит. Естественно, каких достопримечательностей, кроме, конечно, вот этого, если считать достопримечательность парк мечты, вот это вот здание, да, оригинальное, ну, в принципе, здесь особенно ничего, в принципе, нет. Ну, то станция метро непосредственно.